Многие, ну так, звезды, блогеры, все говорят, ой, я похудела, потому что я бросила есть хлеб. А это неправильно. Некоторые есть случаи смерти в туалете. Возрастные пациенты, кардиологические пациенты. Пришел в туалет, сел, упал, умер. Если пациент страдает хроническим запором, он пришел к вам сегодня, нет смысла назначать его завтра или послезавтра на колоноскопию. Она будет неинформативна. Да все это я ем. Мне жена все это смешивает, взбивает блендером. И такое я ем каждый день, три раза в день. Здравствуйте, дорогие друзья. Рад вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Махир. Я врач-хирург-онколог и мамолог из города Тулы. Сегодня я хотел бы с вами поделиться очень интересным событием, которое прошло 11 ноября 2023 года в клинике Семейная. Это мастер-класс по практологии. На нем обсуждались актуальные темы, а также был проведен мастер-класс прямо из операционной. Вас ждут по-настоящему уникальные кадры и очень ценная информация, которая будет полезна как врачам, так и пациентам. Итак, устраивайтесь поудобнее. Желаю вам приятного просмотра. Сегодня я хотела бы поговорить с вами на тему запора, потому что, наверное, приходят такие пациенты и к гастроэнтерологу, и к колопрактологу, потому что уже имеют какие-то осложнения, не просто нарушение опорожнения кишки, а уже действительно геморрой или трещину, как следствие. И если бы эта причина, вернее, если эта проблема возникла только сейчас, я думаю, что эта проблема была всегда, иначе бы наш великий Пушкин не озвучил бы ее в таких стихах, как «Блажен, кто рано поутру имеет стул без принуждения, тому и пищу понутру, и все доступны до осложнения». Действительно, люди, которые ежедневно хорошо опорожняют кишку, имеют хорошее настроение прежде всего. Что это такое запор? Это медленное, затрудненное, редкое или систематически неполное опорожнение кишечника. То есть если пациент говорит о том, что это у него затруднения какие-то вызывают, какие-то ручные пособия, специальные какие-то приспособления, то есть он вынужден там садиться в позу ворона, мы уже будем говорить о том, что это запор, даже если кишка все равно опорожнилась каждый день. Если это по чуть-чуть, если он чувствует ощущение неполное опорожнение кишки, мы все равно имеем право поставить диагноз запора. У большинства людей, конечно же, стул ежедневный, хронический запор. То есть запоры бывают острые, внезапно возникшие в течение недели, и здесь мы уже должны думать о хирургической патологии, кишечной непроходимости вследствие чего-то. То есть либо это какие-то ишемические проблемы мы имеем, дело с пациентами с ишемическим колитом, который может иногда даже в дебюте запором, или это уже связано с онкологическими проблемами. Поэтому мы говорим больше о хроническом запоре, когда нарушение опорожнения больше, чем 3 месяца, при общей продолжительности жалоб 6 месяцев, при этом отсутствуют какие-то красные флаги, чуть ниже я о них скажу. Естественно, еще мы должны спросить пациента, какой характер стула, какой характер кала. Вообще не совсем правильно говорить. Стул и кал – это немножко разные вещи. Стул – это сам факт похода в туалет. Кал – это именно вот характеристика. Какой кал у вас? По типу овечьего, или там он твердый, фрагментированный, но такой единой колбаской, или там отдельными комочками. Основные причины запора – функциональные, психогенные, привычные запоры, алиментарные запоры тоже распространены. Етрогенные запоры – это, конечно, у пациентов более старшего возраста. Это те, которые принимают много лекарственных препаратов, различных лекарственных препаратов, где присутствует полипрагмазия. Токсический запор – редко мы с этим встречаемся, может быть, и к счастью. Эндокринные запоры – да, тоже бывают эти пациенты с сахарным диабетом, гипотириозом, и иногда даже они приходят первично к нам с запорами, и затем выявляются какие-то проблемы эндокринологические. Ну, с сахарным диабетом, конечно, нет, а вот гипотириоз – да, выявляется там запором какой-то отечный этот пациент, и так далее, и дальше идет уже диагностический поиск и так далее. Естественно, гиподинамия. При некоторых заболеваниях рассеянный склероз – видим-видим таких пациентов. Ревматологические заболевания, склеродермия – видим-видим таких пациентов. Органические запоры – это чаще всего, конечно, острый запор, но проктогенные запоры – это как вторично, когда пациент изначально имеет запор, у него возникает трещина, геморрой, даже если его соперировали, он еще боится, как-то что-то удерживает, или, может быть, какие-то боли при неочной, не очень удачной, извините, операции такое тоже бывает. Нас даже голпроктологи зовут после своих операций, вот больной не может опорожниться, а больной говорит, у меня там такие боли, что я не могу пойти в туалет. Запоры при аномалиях толстой кишки, ну, с такими пациентами мы редко встречаемся, это чаще даже, наверное, практика педиатрии, когда они приходят в раннем возрасте. Если вот так крупно объединить все запоры, есть у нас очень замечательный человек, который занимается проблемами кишки, чаще всего, больше всего в АЗК, Елена Александровна Белоусова, она объединила вот в такие три группы, четыре группы социально-бытовые, гормональные, другие заболевания и лекарственные. Конечно же, процесс пищеварения завершается в толстой кишке, в правых отделах секреция и всасывание, в левой половине формирование и продвижение вокаловых масс. Всасываются в основном вода и электролиты, некоторые витамины, в основном это витамин К и группа В, потому что они там же и синтезируются флорой, которая там живет. Естественно, толстая кишка еще несет эндокринную функцию, но и иммунную функцию, потому что там развита диффузная лимфоидная ткань в стенке кишки, а также специальные структуры, одиночные лимфатические узелки, которые в скоплении находятся в червеобразном отростке. Вот я хотела бы обратить ваше внимание на всасывание. Мы должны с вами знать и понимать, что когда мы рекомендуем пациенту в профилактике запора больше пить, уважаемые коллеги, вот как таковые каловые массы, просто выпитая вода вообще никак не разжижит. Во-первых, большинство воды всосется в тонкой кишке, и это будет всего лишь заставить пациента всего лишь чаще бегать в туалет мочиться, нежели он каким-то образом разжижит кал. Здесь немножко другая должна быть рекомендация. Он должен потреблять продукты, содержащие больше воды, а не в чистом виде вода. То есть вода, принятая вне приема пищи, вообще напрямую провалится буквально через 5 минут из желудка в тонкую кишку и все. То есть это не совсем правильная рекомендация. При обычном смешанном питании самым физиологичным ритмом опорожнение кишечника является ежедневный утренний стул без каких-либо затруднений, одномоментно, быстро, полностью, приносящий ощущение полноценного освобождения толстой кишки от содержимого с частотой не менее 7 регулярных актов в неделю. Для регулярного интерального ритма характерна преимущественно утренняя акрофаза ритма стула. Стул в норме должен быть каждый день. Почему стул должен быть обязательно утром? Порция стула формируется за время ночного сна. Утром возникают три мощных рефлекса, позывы – ортостатический, сигмаректальный и гастроректальный. Вот именно эти позывы подавлять нельзя. То есть если у человека при пробуждении возник уже этот позыв, нам надо ему объяснить, что он должен пойти в туалет. Если он позавтракал, он должен составить свой таким образом ритм жизни, что у него должен быть какой-то запас 15-20-30 минут после завтрака. Не бежать на остановку к автобусу или в автомобиле на работу, а он должен сделать какой-то зазор для того, чтобы сработал вот этот последний рефлекс и он все-таки опражнил кишку. Надо говорить о том, что утренние катехоламины расслабляют кишку. Если они не помогают кишку, то вредят сердцу. О чем это говорит? О том, что вот некоторые есть случаи смерти в туалете. Возрастные пациенты, пожилые пациенты, кардиологические пациенты. Зачастую, зная уже этот диагноз, родственники, да, пришел в туалет, сел, упал, умер. Родственники, ну и врачи тоже говорят, да вы понимаете, вот он болел, там у него был инфаркт, у него были тромбы в нижних конечностях, тромб оторвался, вскрытие не проводится. На самом деле, если у него были проблемы с опорожнением кишки, то, скорее всего, он умер даже, может быть, от остро развившегося или инфаркта, или инсульта. Именно потому, что вот эти утренние катахоламины не реализованы. Поэтому мы должны даже у пожилых пациентов добиваться хотя бы стула через день. Если, опять-таки, опорожняется кишка утром, то риск развития в последующем запора минимален у этого пациента. То есть не происходит спрессовывание каловых масс, не происходит с давлением толстой кишки в течение дня одеждой, способом того, как мы сидим в автомобиле или на работе целый день за компьютером. Кроме того, капростаз способствует развитию дисбиоза кишечника воспалительным изменениям в кишке, метаболическим нарушениям, и возникает некий замкнутый круг, потому что нарушенный дисбиоз приводит тоже к формированию запора, и кишка не может полноценно работать. Причины вторичных запоров – это механическое препятствие. Как правило, эти запоры развиваются достаточно быстро, то есть это сроки такие от трех месяцев до месяца, иногда даже вообще несколько суток, и пациента привозят, и выявляется там колоректальный рак. Неврологические заболевания, эндокринные заболевания, да, при сахарном диабете, потому что снижена при сахарном диабете моторика вообще всего желудочно-кишечного тракта. Поэтому тоже может сопровождать сахарный диабет запоры. Психические расстройства, прежде всего эмоциональные, мы видим, как у женщин молодых, таких невротизированных, астонизированных, часто возникают запоры именно вот на этом фоне. Системные заболевания соединительной ткани, особенности питания, конечно же, это отсутствие в рационе недостаточного количества клетчатки, употребление термически обработанной пищи, что касается овощей или фруктов, да, и ритм питания. Один или два раза в день. Конечно, нет вот этих рефлексов, скажем так, ороректальных даже уже таких. И, конечно же, прием некоторых медикаментов. Я перечислять все не буду, но хочу вам сказать, с чем мы чаще встречаемся. Иногда сами провоцирую возникновение запоров, и не понимая, почему у пациента запор. Например, антоциды. Часто-часто. Например, лечение гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, лечение язвенной болезни. Иногда пациенты сами принимают антоциды для купирования и сжоги и не понимают, почему же у них запоры. Нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетики, противоэпилептические препараты, противоязвенные препараты, например, препараты висмута. Вызывают запор? Да, вызывают запор. И мы должны пациенту об этом сказать, Раз он принимает такие препараты, значит, жди запора. В большинстве случаев такое будет. У пациентов, принимающих гипотензивные препараты, часто запоры, достаточно часто. Гипертоники вообще опорожняются раз в три дня. Это, как правило, в большинстве своем. Чаще всего это связано именно с тем, что они принимают препараты из групп антагонистов кальция. Вот еще препараты. Антибиотики. У нас с вами сложилось такое мнение, что антибиотики чаще всего вызывают диарейный синдром. Нет, некоторые антибиотики могут вызывать и запоры. Препараты железа. Вот что касается препаратов железа, то, например, я всегда с пациентами прорабатываю этот вопрос и говорю о том, что если им предстоит прием препаратов железа, то вы должны доктора предупредить, что у вас склонность к запорам. Потому что часто такие вещи бывают в совпадении. Или, например, поскольку у нас пациенты бывают иногда такие, что уже с низким уровнем железа, то есть, например, там железа 5-2, вот такие пациенты встречаются. То есть, я вообще говорю, не надо принимать препараты железа ПРОС, только в инъекционные формы. Диуретики тоже способствуют возникновению запоров. Еще немножечко. Миорелаксанты часто используются? Да, часто используются в неврологической практике. Почечные чаи. Иногда пациенты самостоятельно это используют. И злоупотребление слабительным иногда тоже приводит к возникновению запоров. При запорах стул урежается до 3 раз в неделю. И выявляются у пациента еще и другие жалобы. Он говорит о том, что у него раздут живот, боли в животе. И иногда он худеет. Но это можно даже расценить не как такой красный флаг или знаки тревоги, а потому что он считает, что кишка не опорожняется, и он перестает есть. Он боится ее нагружать кишку, тем самым еще больше усугубляя запор. В процессе жалоб мы должны сбора анамнеза установить, спросить у больного, сколько раз он в течение недели ходит в туалет. Обязательно спросить на консистенцию кала. Обязательно мы должны спросить, есть ли какие-то препятствия, натуживание, чувство неполного опорожнения. Применяет ли он какие-то пособия, чаще там ручные пособия. Некоторые говорят, вот прям перчатку надеваю и освобождаю кишку. Общая продолжительность жалоб обязательно. Либо это быстро возникшие симптомы, либо это постепенно, там в течение нескольких лет. Обязательно уточняем перенесенные сопутствующие заболевания, хирургические вмешательства на брюшной полости. Обязательно собираем лекарственный анамнез и симптомы тревоги. Это примесь крови в кале. Опять-таки уточняем характер. Она на поверхности кала или смешана с кала. Если это, скажем так, кровь в результате обострения того же геморрой или трещины, то будет больше всего крови на туалетной бумаге или на поверхности кала. Если кровь перемешана с калом, и пациент говорит о том, что вот она перемешана, соответственно, мы уже думаем о более серьезных процентах. Потеря массы тела в последние три месяца и наследственная отягощенность по колоректальному раку. Обязательно проводится пальпация живота, исследование аноректальной области с целью выявления и геморроя, и рубцов, и пролапса прямой кишки, и ректа цели, анальной трещины, объемных образований, ну и наличие крови в кале. Иногда пациент, может быть, говорит, я не обращаю внимания, какой там у меня кал по характеру. Пациентам старше 50 лет, ну это общемировые рекомендации, наличие симптомов тревоги, конечно, рекомендуется провести колоноскопию. Если пациент страдает хроническим запором, он пришел к вам сегодня, нет смысла назначать его завтра или послезавтра на колоноскопию. Она будет неинформативна, потому что кишка будет неадекватно подготовлена. Поэтому мы говорим всегда этому пациенту, что он должен не менее трех дней пособлюдать определенную диету, желательно, конечно же, бесшлаковую, и только на третий-пятый день дать пациенту рекомендацию к начале подготовки при помощи различных средств для очищения кишки. И как бы мы должны не забывать о том, что разные, скажем так, ну это мы чуть дальше остановимся, разные продукты в зависимости, вернее, один и тот же продукт в зависимости от способа его приготовления может по-разному влиять на кишку. Но вот как раз вот о таких вещах, что можно, а что нельзя, даже гастроэнтерологи порой не знают, и говорят, а вот у тебя запоры, вот тебе подготовка на колоноскопию, иди, пожалуйста. И лечение должно быть комплексным, включает в себя изменение образа жизни, характера питания и прием лекарственных препаратов. Увеличение физической активности. Конечно же, мы всегда говорим пациентам, что они должны, и даем им такие у нас есть распечатки в виде гимнастики, пробуждающие кишечник. Упражнение для укрепления тазового дна, самомассаж живота. Причем гимнастика, пробуждающая кишечник, есть специально разработанная для пожилых пациентов, для детей и даже для беременных женщин. То есть вот такие нюансы есть. Конечно же, выработка рефлекса на дефекацию. Я уже об этом говорила. Посидеть несколько минут на корочках, так называемая, поза ворона. Более полное опорожнение кишечника происходит в физиологической позе. То есть вот то, что мы сейчас с вами пользуемся унитазом, это не совсем физиологическая, не совсем нормальная поза для опорожнения кишки. И не устраивайтесь туалета, избу, читальню, а зачастую вы как раз-таки, особенно молодежь, она прям вот с телефонами не расстается и туда с ними ходит. Что касается диета-терапии, когда мы говорим пациентам, почему он должен кушать, потому что когда он кушает, выделяются желчные кислоты, они являются, желчь сама по себе является естественным стимулятором моторно-двигательной функции кишки. Поэтому, когда мы спрашиваем пациент, сколько ты ешь раз в день, два, ну скажите, давай ты начнешь кушать 4-5 раз в день, у тебя будет нормально опорожняться желчный пузырь, и ты начнешь ходить в туалет, в общем-то, нормально. Сахаристые вещества, все, что содержит или образует углекислоту, потому что углекислота раздражает стенки желудочно-кишечного тракта, заставляя, вызывая перистальтику достаточно бурную и активную. Жиры, особенно в свободном виде натощака, вы видите рекомендации о том, что иногда надо принимать там оливковое масло, первого отжима можно и подсолнечное принимать. Любые холодные блюда и продукты, и блюда с большим содержанием клетчатки. Послабляющим действием, что обладает черный хлеб. К сожалению, сейчас во всех диетических рекомендациях и многие, ну так, звезды, блогеры, все говорят, ой, я похудела, потому что я бросила есть хлеб. А это неправильно. Во-первых, хлеб достаточно хороший источник клетчатки и витаминов группы В. Практически единственный для нас. Сырые фрукты и овощи, сухофрукты, жареное мясо, соленье, маринады, копчености, лимонады, фруктовые воды, сладкие блюда, молочные продукты. То есть, в общем-то, не так сложно питаться правильно для того, чтобы кишка опорожнялась. Не надо есть фуагра или авокадо, или там еще что-то такое вот сверхъестественное. И не забываем о том, что танин, теплые блюда, блюда вязкой консистенции замедляют перистальтик. У нас как раз пациенты, когда говоришь им о диете, а он говорит, да я правильно питаюсь, я каждый день каши ем три раза в день. И как раз таки каши, особенно вязкие вот эти каши, они рассыпчатые крупы, будут способствовать запору. И еще спросите, а сколько кофе выпивает пациент, какой это кофе, какой чай он предпочитает, черный, зеленый. В зеленом чае много вяжущих веществ, танина, соответственно, у него будут запоры. А вообще кофе полезен, считается хорошим гепатопротектором. Пять чашек в день это полезно. Причем менее калорийным считается американо, более калорийным капучино, лата вообще вот никак. То есть это уже не кофе. Влияние некоторых продуктов на моторно-двигательную функцию кишечника зависит от способа их приготовления и подачи. Да, вот я об этом уже говорила. Например, сырые протертые яблоки без кожицы способствуют нормализацию стула. Яблоки в смешанном рационе обладают послабляющим действием. А у нас люди кушают что? Чаще всего запеченные яблоки. А там больше уже пектины выработались. Там уже больше желирующие свойства, что будет способствовать запорам. Сырые овощи и фрукты хуже перевариваются, являются более сильными раздражителями. Отваривание овощей и фруктов, их протирание и тем более гомогенизация значительно уменьшают воздействие на перистальтику. То есть это мы говорим про пюреобразные блюда. Некоторые пациенты, вот у меня есть один такой пациент, который, я ему говорю, там, вы должны есть тыкву, кабачки и так далее. Он возрастной, он говорит, да все это я ем. Мне жена все это смешивает, взбивает блендером и такое я ем каждый день три раза в день. То есть он ест все, но только все это взбивается в какую-то гомогенизированную массу. Всем пациентам надо рекомендовать включение большого количества пищевых волокон и вот это рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения, что должно быть 20-25 грамм в сутки. Собственно говоря, это, наверное, единственное, что мы рекомендуем нашим пациентам. Больше мы вообще ни о чем, но у нас нет времени поговорить с ними. Но, тем не менее, чаще всего мы говорим о том, что, да, пожалуйста, отруби, там, хлеб с отрубями или просто отдельно. Но часто эти продукты вызывают метеоризм, в связи с чем до 50% пациентов самостоятельно прекращают их прием. Почему метеоризм? Потому что отруби – это нерастворимые волокна. Нерастворимые волокна – это некий субстрат для микрофлоры. Микрофлора начинает очень активно на этом расти, размножаться, вызывая вздутие живота, потому что это продукты жизнедеятельности флоры. Поэтому пшеничные отруби, любые отруби, ржаные, тоже будут плохо переноситься. И вот посмотрите, сколько различных диет вообще существует. И везде, во всех диетах нам говорят о том, что пищевые волокна нужны. Что бы мы с вами ни лечили – жировую болезнь печени, сахарный диабет, атеросклероз, повышенный уровень холестерина. Везде нам говорят о том, что надо включать пищевые волокна. Маленький вопрос от хирурга. Каков водораздел между гастроэнтерологом, ответственностью гастроэнтеролога и хирурга? Когда при медленно-транзитном функциональном запоре вы направите пациента на операцию и какую? Если мы не говорим о обструктивной дефекации, когда это понятно, чисто проктологическая проблема, когда речь идет о медленном транзите. Вот те случаи, когда 90-72 часа и больше задерживается барий, задерживаются метки, пациент страдает долгие годы. На каком этапе вы отправляете хирургу и какую операцию вы предполагаете от хирурга получить? Ну, собственно, какой метод хирургического вмешательства будет решать хирург, не гастроэнтеролог никогда. Я за свою практику пациентов ни разу не отправляла к хирургу вообще для лечения запора. И если у меня нет при всех из возможных, скажем так, приема слабительных в течение трех месяцев эффект, тогда я, может быть, порекомендую пациенту поехать в институт колл-проктологии. В определенном смысле сегодня мир доказал, что если есть неэффективность консервативной терапии, пациент страдает более трех лет запорами, и мы перепробовали все, у нас, по сути, дальше проколоприда ничего нет. Если мукофальк, псиллиум, дальше это последний этап. Если все равно пациент не может опорожнить и 96 часов барий стоит в кишке, у нас нет другого выбора, кроме как выполнить операцию. Но операция единственная эффективная – это колл-эктомия. А выполнить колл-эктомию не каждый решится. Сегментарно удалять сигмовидную кишку или поперечную ободочную – совершенно бессмысленно. Мы просто каждый раз наступаем на грабли возможных хирургических осложнений. Потом мы будем удалять следующий сегмент. И вот есть хорошее выражение – хозяин так любил собаку, что резал хвост ей по частям. Поэтому сегодня абсолютно точно единственным способом борьбы с хроническим запором, рефрактерным консервативной терапией является колл-эктомия. Но в России мало кто на это решается. Но тут тоже это требует отдельного разговора, каких пациентов посылать, и действительно ли качество жизни этих пациентов улучшается. Насколько мы знаем, и весь мир к этому пришел. Драматическое изменение качества жизни. Да. Проводя анализ вообще назначений, я вам хочу сказать, что про коллаприды не пользуются даже гастроэнтерологи. Я не говорю уже про хирургов. То есть либо не знают, либо не доходят до этой ситуации. Все как-то какими-то привычными способами. А потом мы должны говорить о том, что хирургия – это только тогда, когда ты применяешь все методы. Все, абсолютно все. Но все методы, вот я вам точно могу сказать, редко кто применяет. То есть где-то выхватили. Здесь пищевые волокна, здесь пей больше воды, здесь макрогол, и где-то там псиллиум один пакетик. И как еще его принять? Поэтому, может быть, к хирургу-то в итоге редко кто пойдет. Нужно помнить, что эти люди, которым не дает эффекта слабительное, и не только перепробовать все, а перепробовать их комбинации, 5-6 слабительных. У этих людей нет другого варианта, кроме как удалить толстую кишку. И эти люди живут с таким качеством жизни, которое нам с вами не с ним. Идеальным качеством жизни. Идеальным качеством жизни они наконец-таки начинают заниматься спортом, набирают вес, рожают детей без толстой кишки. Жить, как оказывается, можно. Нужно четко понять момент, когда отправлять хирургу. Потому что мы встречаем пациента… Хорошо провести конференцию на эту тему. И более того, можно, если в этом есть потребность у тульских врачей, есть целая лекция. На какой момент? Есть целые… Около 15 человек согласились дать интервью. И это видео людей, которые… У меня это видео в телефоне все. И могу кому интересно показать. Люди говорят, я стал заниматься этим и этим, и моя жизнь поменялась на 180 градусов. Имейте в виду, что если с запорами не удается справиться, значит, пришла пора направить хирургу. Не надо бояться каких-то хирургического лечения запоров. Ну, в общем, это отдельная лекция, и мы об этом поговорим. У нас связанных колитов не всех берут на колоктомию и тоже режут по кускам. Это вообще катастрофа. Я скажу, что сегодня даже есть попытки лечить полипоз, тотальный полипоз хирургический, без удаления кишки. Это тоже… Ну, много всякого мракобесия в медицине существует. Но в век доказательной медицины мы должны знать, что, во-первых, не существует сегментарных резекций кишки. Конечно. У нас, особенно вы, наверное, часто встречаетесь, до лихосигма, да, пациента до лихосигма, давайте ее отрежем. Нет, до лихосигма – это как большой нос, большая сигма, это не проблема. Проблема – медленный транзит и так далее. Спасибо вам большое. Продолжение следует...